и да конечно мы ответим на наш вопрос почему мы все это делаем и какая наша цель и то и другое открывается в наших сюжетах я и делаю специально много естественно потому что мы должны понять немного другой смысл жизни немного другой смысл жизни присутствует и в магнитогорске не надо говорить что все настолько плохо да уж не совсем плохо то есть я на пенсии занимаюсь конечно хотелось бы получить большую пенсию ну да и лад тем не менее и хобби есть и некотором смысле работа а еще есть удовольствие так вот этим удовольствием с вами делу делится эта штучка которая располагается здесь на карл маркса 204 что за моей спиной за за моей спиной то что вы можете здесь попробовать вкусить и получить качественное удовольствие именно качественное удовольствие потому что мы работаем для вас мы показываем вам это самое качественное удовольствие чтобы поняли чтобы в магнитогорске оказывается есть тот напиток который вы можете пить к сожалению он не делается в магнитогорске он делается верхнеуральске но продается и здесь В этом месте, рядышком с Вавилоном, он и продается. Что это за напиток? Это лучшее в мире пиво. Почему оно лучше? Сейчас немножко дальше расскажу. И когда нам говорят качество, я вот это качество вижу прямо здесь. Вот все, что сделано. То есть, это эквивалент новому удовольствию. Здесь мы будем говорить 8 сортов различного пива, которое производится. Я не против этого дела, это очень даже хорошо, потому что Магнитогорск не дает вам возможность просто получить 1 сорт пива. Почему нет? Можете делать все, что угодно, никаких проблем. И это все делается в должном уровне. К слову о том, что в этом же должном уровне вы смотрите и мои сюжеты, и я вам показываю не только Магнитогорское местечко-то. Это вот рядышком с Вавилоном на Карла Маркса 204. Я вам показываю все места, где вы можете спокойненько по нормальной цене, по качественной цене попробовать то, что вы должны получить и поучаствовать в процедуре нового осмысления жизни. Почему это процедура нового осмысления жизни? Объясню. Где мы сейчас находимся и что у нас? У нас сейчас идет, скажем так, немного другая ситуация, когда в принципе на нас чихали продавцы. Все, от и до. Или вы думаете, что вы в любом магазине можете купить качество? Я вам гарантирую, что в этом магазине качество вы не получите. Маленький другой вариант у нас возникает. Давайте и сегодня я вам расскажу, и чуть позже я вам расскажу. Вот сегодня я вам расскажу в Магнитогорске, как вас умеют обманывать. Так вот, недавно я купил мясо, свинину, крепитесь, 90 рублей за килограмм. Это было хорошо. 90 рублей, не 230 рублей за килограмм, а 90 рублей за килограмм. То есть, в принципе, я так понимаю, что свинина, которую вы можете себе позволить купить в этих торговых точках, по основной цене стоит 50 рублей за килограмм. И когда у вас начинают товарищи приезжать и рассказывают, ой, как это сложно, ой, как это не сложно, ой, вы посмотрите, на какой машине они ездят. Посмотрите внимательно. Если машина в топе, то значит, вы их кормите. И давайте все-таки определимся, кого вы еще начинаете кормить. Вы начинаете кормить всех вот этих товарищей, которые находятся в аренде. То есть, допустим, если мы говорим «пятерочка», то они в 90% случаев в аренде. А аренда на ком? Кто платит аренду? Вы. То же самое, если это, допустим, крытый рынок. Кто платит аренду? Да не платите хозяева, платите вы. Потому что все это вложено в сумму. И после этого все такие неплохие. И после этого кто-то покупает квартиры за 2,5 миллиона в Москве. Я имею в виду квадратный метр. То есть вы понимаете, что нас все обманывают, естественно. Что же касается… Я неплохо? Вы поняли, да? Вы меня поняли? Теперь другой вопрос о количестве и качестве воды. Я недавно задал этот дивный вопрос. И мне сказали, что качество воды – это и есть такая штука, очень редко которая здесь случается. Естественно. И чтобы человек нашел это качество воды, он должен очень много пробурить. Везде и всюду. И когда мне говорят, что везде и всюду вы можете легонцухи так сделать пиво из обыкновенной воды, ну, во-первых, это не будет настоящий пиво, потому что качества того не будет. Качества того не будет. И вот два человека, которые ездили по нашим дивным рекам, которые впадают в Каспийское море, они так и сказали, что лучшее качество воды – это либо Верхнеуральск, который ездил по Уралу, либо Самара, Жигуревские горы. А в другом месте не получается. Ну, не получается. Да вы хоть треснете, хоть лопнете, вам поэтому говорят. А мы вам везем то, что делается в Верхнеуральске. А в следующем сюжете, который я буду делать в Верхнеуральске, я объясню, почему это то самое место, а не где-либо. Потому что это… потому что в эти места люди в свое время, это еще было позапрошенном веке, делали дырки, используя такие штучки под названием бурильные машины. Так вот это пиво Верхнеуральское из той же самой точки, оно добывается со расстояния 150 метров внизу. То есть вы понимаете, о чем я говорю? Вы должны меня понимать. А по-другому не получается ни коим образом. Так вот мы вам будем говорить, что ни лжи, ни обмана у нас не присутствует. Да, ведь вот рядышком здесь шашлычное, да? И когда вам шашлычок рассказывает сказки, я раньше думал, что они зарабатывают небольшую сумму, так в пределах 400%. Но сегодня и сейчас эта сумма увеличилась в 2 раза. То есть вы меня поняли, о чем я беседую? Вы должны меня понимать. И, конечно, к шашлычному у меня будет свой интересный вопрос. Очень будет свой интересный вопрос. Но у нас смысл немножко другой. Мы вам целиком показываем всю процедуру. Раз в 2 недели я делаю здешний материал, показываю, где вы можете вкуснейшее пиво пить, а потом показываю то место, где это пиво производится. Да-да-да, чтобы вы поняли, да? Когда мне начинают сказки рассказывать про то, что я врун, ну, нет, я не врун, я вообще ненавижу слово «вранье». Жизнь у меня такая. Вот даже сегодня, что случилось, то есть я как бы сегодня всю жизнь говорю, что я верю в Господа Бога нашего. Если бы не он, то наверняка с моей болячкой бы я столько не смогу прожить в природе своей. И ад, ад решил следующим образом. Он решил мою камеру уронить. Ну, сволочка. Ну, мы сегодня не про смысл моего личного бытия, это мое личное бытие, может быть, оно и ваше, я не знаю, о чем мне это речь. Мы с вами говорим о вещи, которые вы не должны включать в свое сознание. Вещи, которые вы не должны включать в свое сознание, это полная бредятина, которая к вам представлена в любой алкогольной структуре. Это может быть любой магазин, семейный, магнит, без разницы что, вас там обманывают. Но когда вы приходите в Верхнеуральское пиво, оно, кстати, располагается за моей спиной. Вот оно, видите, Бартберг. Я сейчас считаю, что это Бартберг, не знаю. То есть это получается пересечение улицы Советская и 50 лет магнитки. Вот торговый центр «Тройка», чуть-чуть правее, в сторону вокзала, недалеко. Вот это то самое место. Тут, в принципе, недалеко и до той точки, от которой только что мы выехали. Конечно, вам нужно это делать. Я еще раз говорю, вы не торопитесь. Потому что, когда вы смотрите то, что я вам показываю, у меня нет проблем со временем. Потому что, чем это будет дольше, тем это будет интереснее. Я вам всегда найду тот вариант, которого никто не сможет себе представить даже в своих мозгах. Хотя мы и являемся партнерами хоккейного клуба «Металлург». Почему в хоккейном клубе «Металлург» мы не пьем это пьем? Вот это вопрос. Вопрос будет постоянен. Неужели владельцы хоккейного клуба «Металлург» хотят, чтобы люди были дубоголовыми? А зачем? Просто попросите, просто организуйте, чтобы человек понял. Я все прекрасно понимаю. Но дело в том, что Магнитогорский металлургический комбинат уже пиво-то и не производит. Это было достаточно давно. Это было в 1995 году, когда было небольшое подразделение. Но сегодня и сейчас что остается то? Остается то, из чего мы это пиво делаем. И вот помните, да? Я вам в этом сюжете немножко раньше объяснил, что пиво должно готовиться только из качественной воды. А еще ее поискать-то надо. Не брать абсолютно банальную, обыкновенную воду, даже невзирая на то, что она может быть проведена специализированной очисткой этой воды. Вы не сможете ее сделать по той своей категории, которая работает. То есть там и жесткость, и все остальное. То есть это еще надо поискать, надо поискать. И поэтому, когда люди искали, то они то место то и нашли. Я был бы не против, но это не получается. Самый лучший был бы вариант, естественно, чтобы мы использовали верхнеуральское пиво. Потому что это нужно. Потому что мы вам показываем тот вариант, после которого вот сейчас будет жесть. Вы неторопливо и грамотно, как это делается в нормальных странах. Не то, что у нас закуска градус портит. Во-первых, вам сначала надо хорошо покушать, ну и пришли спокойненько домой. А потом уже вечерочком спокойненько взяли полторашечку. Либо литрушечку. И неторопливо посмотрели кино. После того, как вы покушали. То есть вы пришли и покушали, грубо говоря, допустим, в 7 часов вечера. Если вы есть вариант такой быстренько добраться до дома. А уже в 9 неторопливо вы эту полторушечку усосали. Очень вкусно. Очень вкусно, да. И утречком, утречком вы спокойненько берете крючи от своей машины. Заводите ее, потому что это пиво не дает вам никакого похмельного синдрома. Я не говорю, что надо много пить, не 4 литра и не 6. Это, конечно, бред сивой кобылы. Но это, в принципе, не есть ваш смысл и необходимость ваша. Вы спокойненько берете то, что было. И спокойненько едете за рулем. Потому что в вашей крови будет 0 промиль алкоголя. И это делать можно каждый божий день. Потому что здесь работают грамотные. Здесь не берут спирт, не добавляют туда растворитель и вот эти вкусовые добавки. Потому что вы знаете, что такое вкусовые добавки, да вы можете посмотреть. То есть сок добрый, который сейчас выпускает кока-колу, это было есть подразделение кока-колы. Пепси сейчас немножко из другой оперы все это делает. Это же им выгодно вам продавать сраную воду, в которую они добавили добавку. И вы это пьете. А после потом мне не надо говорить, что у вас панкреатит, да и цирроз навернулся. Вы себя уничтожаете полной бредятиной. Забудьте по эту полную бредятину. Уж по крайней мере нормальное пиво вы можете пить в этих точках. Которые я вам показывал и буду показывать и неоднозначно и постоянно. Вы были не так давно там, где типа красиво, здорово и типа должно быть вкусно. Это называется Краснодарский край, да? Да. Насколько там пиво вкусное или там полное говно? Говорим правильно, нормально и ровно. Я бы одно сказал, что да, говно. Однозначно говно, да? Да. Даже попробовал тамошнее пиво, которое типа там... Пиво Варни даже. Не, не то пиво. Я бы так сказал. То есть... Я бы потребовал раз в Краснобелого. Там? Да. Но в Краснобелом тоже мы не будем говорить, что там идеальная вода. Получается, что в Краснобелом еще вкуснее, чем в Краснодарском крае. И стать начнем с этого, да. Давайте все-таки определимся, почему это пиво. Во-первых, потому что у нас есть качественная вода, раз. Во-вторых, качество приготовления два. И все это, это все верхнеуральские. Это хорошо? Да. То есть давайте... У вас, кстати, два завода есть? Один там завод хороший, кстати. А другой завод там, я ему недавно, следующий материал в интернете посмотрите. А-а-а. То есть там другой завод использует водопроводную воду. Послушайте. Насколько это некрасиво. Потому что я не противник того, что, допустим, водопроводная вода. То есть я задал вопрос в действительности, да. И мне показали, что там очень серьезное идет отношение к составу воды. И такой воды в России очень мало. Очень мало. Это который первый завод? Вообще, который вода. То есть у нас нормальное пиво делается в Самаре, естественно, Жигулевское. И Верхневуральское. А больше таких мельчиков нет. В Самаре тоже пиво пробовал. Да, вкусное. Которое на берегу. На берегу нет. На берегу нет. На берегу нет. На берегу не пробовал. На дне же называется. На дне. На берегу не пробовал. А вот зря, кстати. Очень вкусно вообще. А проездом был. Да, да, да. Я там частый гость был, естественно. И сейчас тоже и хорошим гостем. А Саратов или какое у нас пиво? А, там Жигулевское? Там же есть Жигулевские горы, а они прямо напротив. Там, получается, на дне сделали колодец. И вот как раз Жигулевские горы в воду и берет. А то. И то же самое, что и здесь. То есть давай определимся, что это за пиво. Насколько оно вкусное для тебя. Утром встаешь нормально вот с этой Верхневуральской? Верхневуральской, да, вполне. То есть спокойненько за руль не прорыва? Нет. За руль нет. Как бы не катаясь за руль его после пива. Зачем утром? Не сразу же, а потом. Нормально себя чувствую. Никаких проблем, да? Да. Не возникает проблем с ПКК, не бывает проблем с кишечником, да? Все нормально? Нет. Все хорошо, да. То есть можно рекомендовать? Да, я считаю, да. Пейте. Пейте. Употребляйте это пиво в принципе нормально. Потому что другое это как бы, я считаю, это добавки очень сильно большие, а здесь очень как бы считается качественное пиво. пиво. Спасибо большое. То есть вы специалист экстра уровня, потому что да, это было красиво. Ну да, в любом случае однозначно. Да, но мы сейчас будем говорить о том, куда вы пришли. Вы пришли за отличным пивом. А какое пиво у нас? Верхневральский, Карберг, да? В принципе. То есть мы будем говорить о чем? О вкусе, о эстетике, о прекрасном времяпрепровождении. Давайте про вкус расскажем. Ну смотрите, это очень плотное, хорошее, вкусное пиво. Я допустим, сейчас я вам расскажу такую историю. То есть я одно время, допустим, этим пивом увлекался Верхневральским, потом от него отошел. Ну был такой период у меня в жизни, то есть. И потом вот к нему вернулся вот спустя, наверное, года полтора. И я удивился чему. В наших всех реальных, которые сейчас у нас есть, все эти вот санкции, все моменты, то есть. Смотрю, а цена на него вообще не изменилась. То есть в других сетях цена очень сильно выросла на все пиво. А здесь цена даже не изменилась. Я очень для меня это было удивление, на самом деле такое. Прям такой думаю, ну как так? Вроде здесь все поднялось, так очень резко. А здесь хорошо. Ну и в принципе попробовал все вкусы. Опять свои, скажем так, вкусовые моменты все. Возобновил, все перепробовал со рта. Ну да, вернулся вот обратно к нему. Кстати, он меня так же подтянул, вот это пиво. Понятно, понятно. А изначально, изначально да. То есть изначально это было. Просто видишь, у меня какая дивная ситуация была. Я ездил по странам естественно разным. Был в Великобритании, был в Германии, был в Америке естественно, в Турции. Но это неоднократно. Я сейчас начинаю понимать, что везде и всюду вот здесь, они дают возможность попробовать сорта тамошнего пива. То есть в Великобритании пьется. Ихалано. Да, да, да. Но прямо здесь есть. Даже пробовать не надо. Но в отличие от тамошнего пива, то есть я попробовал в Германии, что-то мне вообще не сильно понравилось. А здесь было вкусно. Ну, когда это делало, что… То есть для меня допустим, Германии… Вот я вас перебью, да. Для меня Германия это очень сильно крепленное пиво есть. Ну, для меня это лично, для меня допустим. Очень сильно крепленное допустим. А здесь как-то к этому, вот к плотности пива, ко вкусу и в принципе градусам. Очень легко к этому, ну легко воспринимаешь их на самом деле. То есть вот и допустим, я вот, как до этого говорили, допустим я вот в Самаре тоже был. И пиво тоже продал самарское продал. Ну то есть, было тоже много где. Я даже скажу больше. Я был даже в Киргизии. Если по пути Witness, я там тоже пробовал пиха. Арпар называется, это их местная, получается, пивоварня. Ну, то есть, неплохое тоже пиво. Ну, вот из всех, вот в Шуманитогорском пиво, сейчас у нас находятся, допустим, все сети, которые есть, допустим. Я говорю, в очередной раз обратно вернулся именно к Техневральскому, из-за его вкуса, из-за его качества. И вот, я говорю, чему я удивился, вот в этих, опять повторюсь, в этих реалиях, то, что цена меня очень сильно радует, что она вообще не изменилась. Как она была три года назад, она такая и осталась совершенно. И, то есть, качество пива от этого не изменилось от слова совсем. Поэтому, значит, так оно и есть, понимаешь. То есть, я, ну, сейчас мы не рекламируем другие сорта пива, или мы можем об этом говорить? Да, мы можем об других сортах пива говорить. Просто смотри, допустим, если в Дагестане, да, или где-то там был, в Киргизии, да, только там один сорт пива, правильно? Ну, будем говорить. Ну, там, да, у них вот есть завод один, допустим, который... Вот я про это и говорю. То есть, не надо говорить, что везде и всюду, допустим, в Магнитогорске можно делать пиво, потому что вода кровеная. Раз. Раз. То есть, давайте все-таки определимся, что... Нет, на самом деле вода, это, на самом деле, мне кажется, самая важная основа, то есть, получая пивоварения. В любом случае, мы не можем варить там, если какого-то там непонятного пл whоды, допустим, да, понятное дело. Это будет влиять на вкус однозначно. Это в любом случае, это бы, ну, даже маленькому ребенку, понятно. То есть, это основа всего, даже основа пива, основа многого всего-то вода, в любом случае. так что вот как-то так я бы хотел чтобы монетогорцы тоже начинали понимать что пиво лучше этот верхнеуральская и где-то пиво здесь и ценники абсолютно нормальненько они адекватные слушайте адекватно самом деле смотришь и даже смотришь здесь мы смотрим цену за литр допустим в сетях красно-белого смотрим цену за пол-литра то есть она соотношение одинаково ничего не меняется но если вот плотное хорошее пиво с которой ты в принципе конечно от количество конечно зависит сони до неважно губил утеров количество выпитого пива конечно на будет на это влияет но хорошая плотная качественно пиво я взрывать нему вернулся очень раз мне потому что в городе пока не вижу я для него в принципе пока не вижу как для меня опять же конкурентов то есть я думаю что я даю до другого пива больше не вижу другого потому что я если на самом деле я многое пробовал пиво то есть не то что это будет ценить допустим не ханники на ходе и хагель перед опустились эти стопудов которые наши местные есть ну они стопудов вообще испортились это пиво назовешь тяжело у них только можно рыбу для меня то есть какой-то какой-то допустим был хагель для меня допустим но ты же помнишь тот год что-то как-то хотели одеть обратно ради меня это все испортилось его часы по концу опять вернулся сюда вот уже вот последние допустим сейчас вот месяца три-четыре он прихожу сюда и с удовольствием я это пиво употребляю то есть для меня это нравится я но не забывайте никогда что через меня пиво это влияет на ваше здоровье самое главное то есть пиво конечно все хорошее но надо быть качественное пиво главное пить и главное не злоупотреблять это самое важное методов работы много я в принципе их всех знаю сложный дорогой может кому-то нужный раскрутка безалкогольного пива ну пивом тата продукция не является по сути это разведенный спирт со вкусовыми добавками им же нужно количество обдолбанных туриков человеками таких назвать сложно мало того и на ту продукцию ценой не детской со сроками хранения под год и где там пиво то ну где или то что я делаю самое забавное вы обязательно залезьте на youtube и не я вам все втираю есть настоящие жители столицы металла послушайте их мне да и им денег не платят но смысл же есть да но врать то мы не будем это вам нет необходимости нам нет необходимости рассказывать сказки сказки вам рассказывают представители других телевизионных каналов которые вовсю втирают что у нас все красиво ровно и замечательно и когда у нас что-то должно завершнуться это еще вопрос я вам говорю что в данном случае когда мы работаем с верхнеуральским пивом у нас ничего не случится потому что все сделано именно для вас причем сделано это было настолько хорошо и красиво что в принципе пиво разных сортов вы можете попробовать сегодня одно завтра второе третье четвертое пятое шестое седьмое и вы должны получить удовольствие от всемирного вкусия пива потому что даже если мы будем говорить о качестве пивных заводов то не везде и не всюду они для вас делаются потому что потому что это вода а вода верхнеуральский вот такая